Вот, ну сейчас я вам покажу свою кухню, там тоже, прошу прощения, еще не все так готово, но я покажу мебель, которую сделали. Так, бегло, может быть потом расскажу подробно, но я не снимала, как ее устанавливали, в общем, я заказала мебель, так, вот так вот в коридоре мы такие обои наклеили, бумажные, я нашла самые дешевые, наверное, в городе обои, они стоят 700 тенге, сколько это в рублях сейчас не соображаю при включенной камере, вот так вот у нас сушатся вещи, вот это вот пространство над дверью еще не заделано, и вот она кухня. Так, здесь ужасный беспорядок, я мою посуду, которая годами лежала, так, под газовой плитой она лежала, по-моему, вот в нижнем ящике газовой плиты старейшей. Так, мебель я заказала тоже самую недорогую, и в итоге вот эта мебель заказная, которая, как принято считаться, выходит дороже готовой, вышла на самом деле дешевле. за эту мебель я заплатила 105 тысяч тенге. При этом мне подключили газовую поверхность. Так, ну я прошу прощения, я потом покажу в хорошем виде, в таком приятном, чтобы, если кого-то шокирует, то, в общем, лучше не смотрите. Так, здесь у меня духовка, которая тоже еще не подключена. Сюда поставили микроволновку, которую надо помыть и чистить. Здесь вот верхний ящик. Здесь вот такой шкафчик для посуды. Бурлит вода. Вот такую мойку я нашла, тоже самую недорогую. В общем, ребята, я мастер по нахождению самых недорогих и классных вещей, я так считаю. Вот такой смеситель я нашла, очень недорогой. Он тоже еще не подключен. Ну, это удобно тем, что высокий гусак и глубокая раковина. Сюда помещается, может поместиться большая кастрюля. Например, вот эта. Сюда можно поставить ведро и набрать воды. Ну, конечно, если бы здесь был шланг вытягивающийся, это было бы идеально. Но в нашем городе я не нашла такового. К тому же за такую цену. По-моему, это стоит 6 тысяч тенге этот смеситель. Так. Здесь мойка. Размером 80 сантиметров. С двумя дверцами. Вот так вот там все происходит. Не знаю, что видно на камере, я не вижу. Здесь посудомойка. Она тоже еще не подключена. Но ура, ура, есть посудомойка. Так. Здесь я придумала вот этот ящик будет для ложек вилок, поварюшек и прочего. Прочих столовых приборов. Здесь у меня располагается посуда таповой. Здесь у меня будут другие предметы. Так. Здесь я решила расположить крупы, сахара, в общем, все сыпучие продукты. Так. В этом шкафчике будут они стоять в банках. Или, может быть, там будет стоять стеклянная посуда, которой мы пользуемся. Так. Здесь выдвижные ящики тоже для высокой посуды. Видите? Как видите, сюда помещаются ведра. Это емкости тоже для хранения. Это необычные ведра. Тоже очень дорогая посуда таповая. Так. Здесь будут располагаться кастрюли. Ах, да. Здесь же у меня будет все для выпечки. То есть, вот формы. Сюда же пойдут вот эти вот формы для выпечки. Ну, как видите, газом попорченная посуда. Но сейчас уже отмыть мне нереально нет времени. И я надеюсь, что когда я запущу посудомойку, я сделаю несколько усиленных... Несколько моек в усиленном режиме. С использованием высокой концентрации моющих средств. Так. Холодильник здесь располагаться не будет. Он, наверное, пойдет туда. Как мне кажется, так кухня будет смотреться просторнее. Хотя, не знаю. Когда заходишь с той стороны, тоже вот на этом месте холодильник будет располагаться. Когда входишь из двери, он тоже съедает много пространства. Так. Пол у меня остался такой, каким был. Я его покрывала лаком. Но сейчас его поскребли немножечко этими перемещающимися предметами. В общем, подобрала... Выбрала я кухню из двух видов ДСП. ДСП. Я не знаю, как этот материал называется. ЛДСП, кажется. Темный-темный. Этот цвет называется венге. И такой вот светлый, подходящий под напольную кафельную плитку панельки. И, в общем, смотрите, за 105 тысяч линьге, то есть 20 тысяч, этой кухни размером 2,80 см, смотрится прекрасно. Я совершенно не ожидала от мебельщиков такого бонуса, как верхний козырек. И из-за этого козырька, мне кажется, у нас перекрылась отдушина. У меня не хватает роста заглянуть туда, вообще видна ли там отдушина. Есть ли пространство? Ну, я полагаю, что оно есть, но частично какая-то небольшая часть этого пространства закрыта. И там у нас установлен вентилятор в отдушине, который давно вышел из строя. Ну, поработал, наверное, в годика, может, меньше. И перестал почему-то работать. И так руки не дошли его вытащить и отремонтировать. И, как закон подлости, видно или нет, как только мы завершили ремонт, ну, буквально два дня назад, нас затопили соседи. Вот, вода потекла по этой плите, по тому шву, там не видно, в общем, видимо остался вот этот шов. Но мы уже не успеем отремонтировать до приезда гостей и наших сыновей с невестами, с женами. Так, это часть балкона. Я думаю, что там будет такая зона отдыха. Столовая зона будет стоять столик. Там каких-то или два мягких стола или кресла. Какие-то такие уютные куплю. Ну, пока что, возможно, самые недорогие столчики, которые я присмотрела и которые, мне кажется, прекрасно впишутся в интерьер. Не знаю, сколько они прослужат при такой цене. Три с половиной тысячи тенге. То есть, 700 рублей, да? Так, здесь предполагалось выложить кафельной плитой пол вот в этой части. Так, видна моя нога или не видна? Вот в этой части. Но мы не успели. И, в общем, остаток линолеума я нарезала и выложила. В общем, все это временно. Так, а где у нас кафельная плита? Она у нас здесь спрятана. В общем, кафельная плита там под мрамор. Вот такого же, с такой же гаммой, как вот эта плита. Ну, просто такой же уже не было, потому что сто лет назад я покупала. Вот этой не было. Сто лет назад. Так, прошу прощения, что я вас так выкручиваю чересчур сильно. Надеюсь, у вас не заболела голова, глаза. Абажура еще нет на этой лампе и я не знаю, что будет. Возможно, я сюда повешу старый плитенный, который был до этого. Старый плитенный вьетнамский абажник. Ну, посмотрим. Так, теперь в зале. Опять-таки, все у нас такая рабочая атмосфера. Беспорядок, какая-то бумага валяется. Вот такой диван. Ну, я вам его покажу в лучшем виде. Это будет отдельное видео, рум-тур по моей квартире. Если будет что показать. Так, и все-таки вот эта комната у нас осталась не готовой. Без мебели. И там не помыто окно. Когда я это сделаю, я не знаю. Наверное, ночью. Ну, честно говоря, вставая в 6 утра. Ну, ладно, не буду лукавить в 6. Я просыпаюсь, встаю где-то, наверное, в 7. Ой, боже мой, телевизор мешает. Так, уйдем отсюда. Это лучше выключу. Так. Так, что я говорила, если потеряла? Да, при том, что я так рано встаю, в полночь я уже вырубаюсь. Хотя для меня обычный режим в 3 часа ночи еще не спать. Ну, вот все-таки человеческий организм, ресурсы человеческого организма исчерпаемы. И, да, сон берет свое. Так. Так же я купила вот такие фужеры для мартини. Давнее моя мечта. Это идея фикс. Дорвалась. Сказали, Аюна, давай покупай, чтобы все для гостей было. Я на первом делом купила в мартини бокалы. Так. Так же вот такие винные бокалы. Они самые обычные такие, стеклянные, без всяких наворотов. Ну, стекло такое, надеюсь, что оно прочное какое-то. Потому что на ощупь оно толстое. И похоже, что с какими-то добавками, которые... Господи, какой же беспорядок. Я прошу прощения. Так. Ну, вот. Как-то так в общих чертах. Сейчас покажу освобожденный фон. И покажу, что он у нас... В общем, как я и говорила, что не будет ничего страшного, если он останется таким незавершенным. Ну, все бывает у людей. Главное, что жизненное пространство обустроено. Жить в нем можно. И не так сильно оно пугающе выглядит. Вот так. Так. Еще мне также надо их... Один раз я помыла стекла окномойкой. Теперь надо пройтись вручную. А потом еще этим специальным средством обработать стекла, чтобы они были чистыми. Но, кстати, подступиться с той стороны к окнам не могу. Вот так вот у нас все выглядит. Не знаю, что вам видно. Вот. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok